Трудно поверить, но этому обаятельному актёру уже 50. Герой-любовник, настоящий мужчина, плохой парень, поэт, кажется ему подвластный все амплуа. У артиста за плечами 12 лет службы в ленкоме, участие в самых популярных телешоу и конечно яркие роли в кино и сериалах, количество которых вот-вот перевалило за сотню. Первые шаги в профессию давались начинающему артисту непросто. Я чувствовал, что плохо играю, что я деревянный, зажатый, слишком старался. Это было очень мучительно, я просто изводил себя, вспоминает актёр начало своего пути. Но став востребованным, он быстро избавился от зажимов. Съёмки меня раскрепостили. Перед камерой чувствую себя свободно и естественно. Я научился получать от работы удовольствие. Позже признался он. О детстве, юности, старте кинокарьеры и долгожданном счастье в личной жизни Андрей Чернышов рассказал в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1». Настоящую популярность актёру принесло участие в сериалах. Он не скрывает, сначала режиссёры в основном эксплуатировали его фактуру. Но вскоре ему удалось доказать, что он способен не только украшать собой кадр и выполнять сложные трюки. Он не скрывает, сначала режиссёры в основном эксплуатировали его фактуру. Но вскоре ему удалось доказать, что он способен не только украшать собой кадр и выполнять сложные трюки. Первые картины с участием Чернышова это в основном детективы. Марш турецкого «Моросика-12», «На углу у патриарших» и многие другие. Тогда же в начале 2000-х он снимается в таких популярных телепроектах, как «Московские окна» и «Лучший город земли». Чернышов старательно воплощает образ брутального и обаятельного мужчины не только на экране, но и в реальной жизни. О победах на любовном фронте актёр не рассказывал, говорил, что не желает заниматься душевным стриптизом, но подчеркивал, что мечтает о жене и детях. Известно, что в молодости он пережил тяжёлое расставание. Предложение руки и сердца девушка отвергла, возможно не сильно любила. В личной жизни Андрея сопровождали признанные красавицы российского шоу-бизнеса. Актёру приписывали отношения с Анной Снаткиной, Анастасией Цветаевой, Светланой Ходченковой. И это малая часть из тех романов, о которых трубили СМИ. А учитывая созданный Чернышовым образ, в разряд спутниц автоматически попадали партнерши по совместным проектам. В ноябре 2016 года выяснилось, что Андрей уже на протяжении 8 лет живёт гражданским браком с актрисой Марией Добржинской. Которая, кстати, моложе Чернышова на 11 лет. Все эти годы пара тщательно скрывала отношения, выстраивая в многочисленных интервью образ убеждённых холостяков. Андрей и Мария поженились в 2017 году, через полгода обвенчались в Греции, в присутствии родителей с обеих сторон и брата-невесты. Пара предпочла расписаться тихо, без лишнего шума. Красивых жестов жених не делал. Просто поставил перед фактом, что в определённый день они идут в ЗАГС. Сейчас супруги вместе играют в сотружестве актёров Таганки. К огромному сожалению, у актёров до сих пор нет детей.